Мороз и солнце Сейчас, когда в Московский регион пришел антициклон с севера и по ночам температура воздуха опускается ниже минус 20 градусов, в поликлинику все чаще стали обращаться пациенты с обморожением конечностей. Врачи предупреждают, если вы почувствовали боль в области кистей или ног, если кожа стала синей, немедленно обратитесь к специалисту. Нужно обратиться или к хирургу в поликлинику или в приемный покой. Если как-то не получается разрешить болевой синдром отогреванием или препаратами, то лучше с этим не тянуть. Чем раньше, тем лучше. Если есть некроз, то соответственно уже нужно будет стараться как-то все это минимизировать, восстановить кровоток на данном участке. Если некроза нет, то в принципе это все консервативно можно разрешить и восстановить кровоток. Важно, чтобы руки и ноги всегда были сухими. Влага – верный путь к оборожению. Но не только человеческий организм испытывает неудобства от сильных морозов. Страдают и наши помощники – автомобили. Зачастую при большом минусе сбой дают аккумуляторы. На этот случай у каждого водителя есть свой рецепт, как выйти из ситуации. Друзей побольше по соседству, чтобы от кого-то можно было прикурить. А вот как раз прикуривать или, вернее сказать, заряжать аккумулятор от другого автомобиля эксперты не советуют. Это может плохо отразиться на электронике машины. Если машина не завивалась, как в частном порядке, в обычном раз-два, не нужно мучить. Машина практически сейчас на автоматической коробке. То есть никакого, в принципе, никакого, как раньше, буксирования автомобиля, ничего такого делать не нужно. Нужно вызывать эвакуатор. И просто привозить автомобиль на эвакуаторе в техцентр. В общем-то, где будет, уже устранена данная проблема. Но и этой ситуации можно избежать, если перед началом зимнего сезона пройти стандартное техническое обслуживание. Проверить все жидкости и фильтры, при необходимости заменить. Сделать диагностику, в частности, аккумулятора, чтобы быть уверенным в его исправности. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Егор Хлябич, Ольга Садовская. ВИДН.ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова